МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Работа на благо города. 300 саровских подростков получат трудовой опыт в этом году. Серафимовский учитель, педагог Саровской православной гимназии получила почетное звание. Машина времени. Ретро-квартал перекличка в день города перенес саровчан в 50-е и 60-е годы прошлого века. Далее расскажем обо всем подробно. Приобрести первый трудовой опыт на муниципальных предприятиях в этом году смогут более 300 саровских подростков от 14 до 17 лет. Первая трудовая смена уже началась. Сотрудников на лето принимают центр ЖКХ ДЭП Саров, лифт-ремонт, товарная база. Как проходят будни юных работников на Горводоканале, выясняла наша съемочная группа. В свои 14 лет Андрей Шадеев пришел на Водоканал осознанно. Молодой человек планирует провести лето с пользой, заработать денег и потрудиться на благо города. Ты ощущаешь, что уже ты вырос из этого возраста, где можно поиграться, побеситься, уже настает взрослая жизнь, и тогда уже ты понимаешь. Каждое лето на Горводоканал возвращаются работать те, кто уже был неоднократно. Например, Елизавета Кулагина и Дмитрий Юрунов трудятся здесь уже третий год. Первый год все-таки было страшновато, потому что и люди новые, и в принципе первый год иду работать. А потом уже стало даже как-то скучно без этого. Мне очень нравится вся вот эта атмосфера, какая зелёность, вся вот эта, вся же воздух. Очень приятно на самом деле здесь работать. Люди тоже добрые, коллектив хороший постоянно. Всего в этом году на площадке Горводоканала трудятся 15 подростков от 14 до 17 лет, с 8 утра до 12 часов дня, с официальным трудоустройством. Здесь ребята учатся ценить своё время, знакомятся с распорядком дня и выполняют задачи, которые им ставит руководитель. Сложную работу мы их здесь не загружаем. В основном у них благоустройство территории, наводят порядок, собирают скошенную траву, подметают дорожки, где-то что-то. Ну, секаторами срезают кусты, которые растут у нас на скважинах везде. По мнению ребят, Горводоканал – это одно из самых прекрасных мест, куда хочется возвращаться снова и снова. И кто знает, может быть, когда-нибудь они вернутся сюда уже в качестве официальных работников. Этим летом на Горводоканале рабочие смены уже сформированы. Чтобы устроиться сюда в следующем году, следите за информацией Молодёжной биржи труда. В сентябре в Сарове стартует проект «Инклюзивный тимбилдинг – особая лига», в рамках которого в городе будут проходить соревнования по настольным спортивным адаптированным играм для молодёжи с ОВЗ. Средство на его реализацию клуб «Лотос» молодёжного центра выиграл в конкурсе на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям. Подробности далее. «Корнхолл Новус Шаффлборд» – это не набор звуков, а название настольных игр. Каждая из них – не только прекрасный способ интересной и увлекательной провести досуг, но и потренировать свой ум, ловкость и сноровку. Совсем скоро у Саровской молодёжи с ОВЗ появится возможность с ними познакомиться. Клуб «Лотос» выиграл грантовый конкурс на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям. Пришла идея создания нового проекта, в результате которого мы бы могли проводить турниры и затем в дальнейшем соревнования по настольным спортивным адаптированным играм для молодёжи с ОВЗ, ну и, возможно, для детей с ОВЗ. Так, скажем, потребовалось некоторое время. Вот идеи до создания проекта мы разработали проект, который назвали «Особая лига». На средства гранта планируют приобрести сами настольные игры, а также модульные столы и стулья для участников. Проект «Инклюзивный тимбилдинг. Особая лига» стартует в сентябре. Занятия будут проходить два раза в месяц. Начнут с теории. Участники проекта изучат историю развития игры. Затем приступят к практике. К участию приглашают молодёжь с ОВЗ в возрасте от 14 до 35 лет. Два раза в месяц мы встречаемся и изучаем правила, историю настольных игр. Играем, учимся. И затем уже в конце ноября у нас будут мини-турниры по настольным играм. А в декабре мы хотим сделать всё-таки большой фестиваль спортивных настольных игр и пригласим гостей, обучающихся 9-го интерната, воспитанников тёплого дома, ну и, конечно же, всех желающих саровчан. Дополнительную информацию о проекте можно узнать на странице клуба «Лотос» ВКонтакте или по телефону 9-91-12. Саровская православная гимназия объявляет набор учащихся в кадетскую подгруппу 10-го класса на 2023-2024 учебный год. Обучение будет проходить под патронажем Союза десантников России. Правила приёма можно узнать по телефону 8-960-171-93-41. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Высокая пожароопасность лесов сохранится с 14 по 19 июня в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. В этот период повышена вероятность возникновения лесных пожаров, а также распространения огня на жилые дома. Ведомстве настоятельно рекомендуют не посещать леса в этот период. Поркопель детской школы искусств Сарова спел на Красной площади на концерте в честь Дня России. Саровские вокалисты исполнили легендарную песню «Прекрасная далёко» вместе с хором из Калуги «Весёлая компания». Воспитанники детской школы искусств вышли в финал «Битвы хоров». Он пройдёт в августе. Ретро-квартал «Перекличка» развернулся в парке Зернова в День города и перенёс саровчан в 50-е и 60-е годы прошлого века. Организаторы предусмотрели всё до мелочей. Парикмахерская чародейка создавала яркие образы всем желающим. Колоритные буфетчицы торговали соками-водами. Атмосферу эпохи поддерживали музыка, танцы и подвижные игры. Вместе с горожанами в прошлое окунулась и наша съёмочная группа. Путешествие во времени такой удивительный подарок саровчане получили на День города. Достаточно переступить порог танцплощадки в парке Зернова и вы переноситесь в 50-е и 70-е годы прошлого века. Здесь вас встречает парикмахерская чародейка. Колоритные буфетчицы с соком и водами. Мужчины играют в домино и шашки, ну а женщины примеряют винтажные наряды. Работа в парикмахерской чародейке кипит задолго до начала мероприятия. Чтобы у гостей праздника было полное погружение в атмосферу самых ярких десятилетий прошлого века, здесь наводят красоту артистам и ведущим. Всё в духе 50-х. Высокие начосы, острые стрелки, красная помада. На каждую клиентку у парикмахера Ксении уходит несколько минут. Девушка искренне восхищается модой прошлого и уверена, у тех трендов есть все шансы вернуться к нам. Уже элементы возвращаются например в чём? В одежде, в тканях, в стиле, в форме. Дополнить образ красотки из 50-х помогли винтажные шляпки и сумочки, которые дамы примеряли тут же рядом с чародейкой. А запечатлеть себя в прошлом все желающие могли на фотозоне, имитирующей классическую советскую квартиру. Дух времени передавали и колоритные буфетчицы с соками, водами и мороженым. Интеллигенты в плащах приглашали гостей за уличные столики, на партию в шахматы или домино. Эпоха середины прошлого века для праздника была выбрана не случайно. Потому что страна была на подъёме, потому что это был не только период после военной, когда люди были одохновлены своим будущим, когда много мечтали, расстроили планы и был колоссальный энтузиазм. В центре площадки развернулись танцы и подвижные игры. Те, в которые играли в 50-е и которые, как оказалось, пришлись по душе современной детворе. Классики и ручеёк. За участие в них гости получали талоны, которые потом обменивали на конфеты. Это живёт в нас, где-то внутри. Всегда интересно, что было в прошлом. Тем более, мы девочки, нам интересно, какая была мода. А потом я говорю, когда ты листаешь страницы, ты понимаешь, что очень многие игры, например, которые мы сегодня будем играть, они до сих пор актуальны. Поэтому, ну, а всё, что интересно, то интересно мне и должно быть интересно горожанам. На празднике была возможность написать письмо потомкам, помечтать, каким будет в будущем город и страна. Они помогут нам понять, что же мы хотим видеть от своей жизни. Ничего интересного такого, что мы хотим получить. Каким мы хотим видеть людей вокруг нас, события, страны и всё такое. 50-е, 60-е гостили в парке Зернова 4 часа, и каждый нашёл здесь что-то своё. Кто-то вспомнил детство, кто-то открыл для себя старые игры, а кто-то узнал что-то новое об истории города. Островок ностальгии стал ярким и трогательным штрихом на празднике Дня города. Учитель изобразительного искусства Саровской православной гимназии Олеся Финюшина получила звание Серафимовский учитель. Это уже второй педагог в гимназии, который удостоился этого звания. На суджюри конкурса Олеся Финюшина представила мультипликационный проект настоятели. В 2017 году Олеся Финюшина учитель изобразительного искусства православной гимназии была лауреатом конкурса Серафимовский учитель. Педагог выступала с проектом росписи гимназической трапезной. В работе участвовали ученики. Они писали орнаменты, тексты и одежды святых. В этот раз Олеся Валерьевна представила на суджюри конкурса мультипликационный проект настоятели при поддержке фонда президентских грантов, в который входят три фильма об основателях и святых Саровской пустыни. Первые два выпуска вышли под руководством режиссера-постановщика Александра Птичкина. Мультфильмы проекта ребята делали в формате перекладки. Героев и детали рисовали на бумаге, сканировали и переносили в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Мы вот этого персонажа помещали в программу Муха Про, делали рик к персонажу, рик это настройка костей, настройка липсинга, вот, то есть вообще это очень долгая процедура, настроить персонажа это, наверное, одно из самых сложных, чтобы потом с ним было легко заниматься. Вот, и делали анимацию. В рамках проекта Олеся Валерьевна вместе с учениками ездила в различные города, чтобы собрать информацию для мультфильмов. Там юные художники делали архитектурные зарисовки, переносили на бумагу, виды оружия, костюмов и предметов быта. В процессе работы у педагога на столе всегда лежали книги саровских краеведов Валентина Степашкина и Алексея Подурца. Ведь для Олеси Финюшиной в мультфильмах важна была историческая достоверность. В третьем выпуске появились векторные персонажи, а ребята стали рисовать не только на бумаге, но и на планшетах. Присудить звание «Серафимовский учитель» Олеси Финюшиной жюри конкурса приняли единогласно. Я все время говорю, что это не моя заслуга, ну, не только моя заслуга, а заслуга директора. В общем-то, она мне помогает в этом. То есть, когда я ей предложил мультик, потом я прям испугалась этого слова, зачем я вообще сказала. А она говорит, нет, надо озвучивать это вслух, надо про это говорить, и тогда это получится. Вот, то есть, она прям меня очень поддерживает во всем. Посмотреть мультфильмы проекта «Настоятели» по коллективным заявкам можно в Духовно-научном центре Саровского монастыря. Сейчас православная гимназия подала заявку на грант на создание следующей, четвертой серии мультипликационного цикла. Сохранение исторического, архитектурного и культурного наследия, подходы к реставрации и адаптации исторических зданий под музейные и другие общественные пространства обсудили в Волговятском главном управлении Банка России на конференции День Нижегородского банка «История и современность». Связать прошлое с настоящим на конференции День Нижегородского банка «История и современность» в Волговятском управлении Главного банка России встретились представители музейного сообщества, историки, архитекторы, ученые и студенты профильных направлений. Во время встречи обсудили сохранение исторического, архитектурного и культурного наследия, подходы к реставрации и адаптации исторических зданий под музейные и другие общественные пространства. Наша задача как Центрального банка сохраняя преемственность историческую во всем, не только в финансовой сфере, что мне особенно отрадно, что мы как Центральный банк действительно делаем много и в разных регионах с точки зрения сохранения исторических зданий, исторических коллекций, планируем музей. И на мой взгляд, эта миссия наша одна из главных, а не только развития финансового рынка. Историческое здание Волговятского главного управления Банка России отмечает юбилей 110 лет. С 1994 года по зданию проводятся экскурсии для небольших групп посетителей. А с 2013-го дважды в год организуются массовые дни открытых дверей. В планах сделать этот памятник архитектуры более доступным для горожан и гостей города, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с уникальными интерьерами зданий и его росписями. Стараемся рассказывать не только о таких зданиях, но и рассказывать о финансовых вопросах, проводить и мастер-классы, и экскурсии. Мы используем не только, кстати, наши музейные площадки, музеи собственные, но и разные городские площадки. В прошлом году у нас было 1400 экспозиций в 300 городах. То есть мы стараемся быть открытыми. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА